А как сделать так, чтобы реально большинство людей объединилось к какой-то цели и как сделать так, что за 10 лет полмиллиона объединиться? И у них это получилось. Сообщество Барнаул-22 уже давно не ассоциируется только с автомобильным сообществом. 10 лет 24 на 7. Итог. Десятки тысяч подписчиков на разных платформах. Изначально это была закрытая группа сообщества для автомобилистов, где мы общались, объединялись с автоклубами, делали автомобильные мероприятия закрытого типа. Это еще до создания Барнаул-22. А потом мы это просто сообщество открыли. И естественно редкие автомобили, дорогие автомобили. И вообще вот это такое движение в городе, оно естественно притянуло очень многих людей. А потом начали обсуждать дорожную обстановку, социальные проблемы. За 10 лет вышло более 200 тысяч публикаций. И все это уместилось в одном фильме. На закрытый показ картины «История одного сообщества» в Барнауле пришли те, кто на протяжении 10 лет так или иначе был связан с сообществом. Это герои публикации, общественники, предприниматели, представители власти и СМИ. Мы прошли и пандемию, и различные турбулентности, и кучу раз нас блокировали, взламывали, подставляли, подавали в суды. То есть очень большой опыт за 10 лет получен. И это бесценно. То есть это даже не оценить в деньгах. Вот поэтому как для человека, который получает жизненный опыт, я, наверное, прожил 10 жизней за 10 лет. Съемками фильма занимался местный режиссер Константин Серебряков. Вспомнили историю с фурой, которая пролежала неделю в кювете. Как участники сообщества приносили еду, одежду водителю и в итоге с помощью техники подняли автомобиль. Или, например, историю, когда жители края собрали пенсионерам деньги на новые «Жигули» взамен сгоревшей машины. Кстати, фильм уже увидели в Москве, тоже на закрытом показе для жителей с Алтая. И совсем скоро историю одного сообщества покажут в Санкт-Петербурге. Самое главное, что, ну, всегда я спрашиваю после фильма, что вы ощущаете после фильма. Вот это первая эмоция, и все говорят, что чувствуют такую добрую историю. Людям, на самом деле, не безразличны другие люди. И по большей степени люди хотят и могут помочь другим. Мы про это снимали, как раз про помощь другим людям. И вот это не безразличие меня больше всего трогало. Уместить 10 лет в 46 минут. Что из этого вышло, зрители смогут увидеть картину на одной из видеоплатформ и в онлайн-кинотеатрах. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.